Этот чертеж, который меня поразил, общий вид, я вообще его никогда не видел. Для Станислава Тарасовича этот чертеж – открытие. Он хотя и был у истоков создания первого космического корабля, разрабатывал систему управления. Однако полный чертеж Востока с визы Королева увидел впервые спустя десятилетия. Настолько высока была секретность. Вот видно наш пульт и приборная доска видны на этом чертеже, который мы разрабатывали. В эти годы в очень быстром темпе, не считаясь ни с каким временем, работали по 20 часов в сутки. На подготовку полета человека в космос у Королева и его КБ было всего два года. 10 декабря 1959 года вышло постановление ЦК КПСС с размытой формулировкой о развитии исследований космического пространства, но с конкретной задачей – полет первого советского человека. Тем более заокеанские конкуренты торопили. В Америке уже вовсю шли испытания корабля «Меркурий». Информация доносила о том, что там-то за океаном-то тоже не спят, что там-то тоже хотят и тоже хотят быть первыми, потому что все прекрасно понимали приоритетность этого события. Строить корабли конструкторы начали не с чистого листа. Уже были проекты. Изначально корабль «Восток» планировали использовать для военных целей, как автоматический спутник-разведчик, начиненный не только фотооборудованием. А доработанная ракета Р-7, которая поднимала в космос первый спутник Земли весом всего 80 килограммов, теперь могла вывести на орбиту уже 5 тонн. Благодаря тому, что термоядерную бомбу нельзя было сделать в то время меньше, чем 6 тонн массы полезного груза, вот под этот груз делалась «семерка», и ее грузоподъемность оказалась оптимальной для того, чтобы обеспечить всю эту исходную космическую программу. Пять пробных запусков корабля «Восток». Из них всего два удачных. Шестой полет был гагаринским. Проблемы с техникой начались уже сразу, как только Гагарин оказался в кабине. Люк закрывали дважды. Я снимаю трубку, и говорю, Сергей Павлович, мы закончили установку люка. Он говорит, подождите минуточку, правильно ли закрыт люк? Я говорю, Сергей Павлович, люк закрыт правильно. Нет КП-3. Ну, я похолодел, честно, должен сказать. А КП-3 — это контакт прижима правильно установленной крышки люка. Значит, электрический контакт для телеметрии. Значит, если этот контакт не дал сигнала, значит, люк не плотно закрыт. А что это значит? Это значит, что отмена пуска. Спустя годы корифеи отечественной космонавтики признаются. Сегодня в космос такой корабль не пустили бы. Если бы сейчас положили, значит, на полигоне где-нибудь корабль «Восток», и все современные главные сели бы посмотрели на него, никто бы ни за что не проголосовал пускать такой ненадежный корабль. Я, который тоже подписал документы, что у меня все в порядке, гарантирую безопасность полета. Сегодня я бы никогда этого не подписал. Мы получили огромный опыт и поняли, как сильно мы действительно рисковали. Вопреки всему, «Восток» поднимал космонавтов на орбиту шесть раз. Это был корабль рекордов. Первый человек в космосе. Первый групповой полет. И, наконец, первая женщина-космонавт. В 64-м на смену «Востоком» пришел многоместный восход. И началось время новых побед. Ксения Зима, студия «Роскосмос», Вести.